Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С заботой о городе. Пресс-конференция инициативной группы горожан Харахакалаки. Айти увлекательно, выгодно и легко. Нашу рубрику «Люди в профессии» продолжает STEM-лаборатория и ее основатель Даме Джонова. Начнем с информации из МВД. В среду 8 июля несанкционированный митинг состоялся у здания МВД Абхазии. Поводом стало нахождение в изоляторе временного содержания Тенгиза Лакербая. Об этом журналистам сообщил министр внутренних дел Дмитрий Дбар. По его словам, всего у Министерства внутренних дел республики собралось около 30 человек. Люди собрались по поводу вора в законе Лакербая по кличке Тенгуляш. Их не устраивает, что он содержится, как и все заключенные. Это был несанкционированный митинг, отметил министр. Сотрудники милиции потребовали от собравшихся мирно разойтись, но митингующие проигнорировали призывы правоохранительных органов. Тогда зачинщики были задержаны и сейчас сидят в ВВС. Задержали ряд лиц. В данный момент на территории МВД уже никого нет, уточнил Дбар. Министр внутренних дел отметил, что по отношению к задержанным будут применены соответствующие меры за несанкционированный митинг и невыполнение требований сотрудников милиции. Военнослужащие Министерства обороны Абхазии и Российской военной базы Южного военного округа во взаимодействии с МЧС, СГБ республики приступили к проведению совместного учения в горах и на побережье Черного моря, сообщает сайт Минобороны Абхазии. Учение продлится в течение всей текущей недели. Маневры проводятся на территории полигонов Нагвалоу и Цабал. В ходе учений в горных условиях батальонные тактические группы будут отрабатывать действия под прикрытием армейской авиации. Активная фаза учения пройдет и на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками, артиллеристами отработают оборонительные и наступательные действия. В маневрах принимают участие более 3000 военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники. Информация оперативного штаба по защите населения от коронавируса. Ситуация на 8 июля следующая. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 12 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале. 35 человек выздоровели. Между тем, в Краснодарском крае на 8 июля количество зараженных вирусом COVID-19 увеличилось на 61 человек. А как заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, Россия может начать работу по открытию границ со странами, которые готовы пустить российских туристов. Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу. Это вопрос готовности стран принимать российских граждан, цитирует РИА Новости Матвиенко. По ее словам, границы смогут открыть только при соблюдении странами санитарных мер. В поисках выхода научно-практический семинар «Новая фаза кризиса, вызовы и возможные ответы. Рынок труда и социальная защита населения» состоялся в Центре социально-экономических исследований Абхазии. Участники обсуждения – чиновники, бизнесмены, а также представители управления по труду и занятости. Как защитить население от безработицы в период закрытия границ и какие выходы предлагают участники семинара, расскажет моя коллега Виола Барганджи. Новая фаза кризиса, вызванная мировой пандемией и ограничительными мерами, коснулась практически всех отраслей народно-хозяйственного комплекса. Однако наиболее уязвимым оказался рынок труда и социальная защита населения. Как отмечает научный сотрудник ЦСИИ Илона Мерцхулава, состояние рынка в республике за последние годы и без пандемии находилось не в лучшем состоянии. Прирост занятости за последние пять лет сокращается. В среднем за пять лет последних трудоустраивалось всего 454 человека. В негосударственном секторе занято от всего числа занятых только лишь 23%. Численность занятых в частном секторе сокращается до 471 человека, то есть в среднем за пять лет. Доля бедных и беднейших по данным соцопроса населения составляет 33%. Прожиточный минимум всего около 7 тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда 60 рублей. Среднемесячная заработная плата 10 тысяч рублей. Прирост всего 874 рубля за пять лет. То есть она практически не меняется. Доля фонда заработной платы в собственных доходах бюджета 72%. Высокая налоговая нагрузка на фонд заработной платы. Размер абхазской пенсии по возрасту и пособий колеблется от 500 до 2500 рублей. Такие показатели свидетельствуют об отсутствии новых производств, росте неформального сектора на рынке труда, разрастании теневой экономики и неэффективности системы управления. Найти выход из сложившейся ситуации и предложить свои идеи. Одна из главных задач семинара, по мнению Илона Мирцкулава, выйти из новой фазы кризиса с минимальными убытками маловероятно. Однако подстраховать себя в случае ухудшения положения необходимо. Для этого первым делом, как рассказывает научный сотрудник ЦСИ, профильному министерству целесообразно подготовить предложение по корректировке расходов бюджета на социальную защиту и соцобеспечение. Также сформировать банк данных наиболее уязвимой категории населения. Скоординировать действия профильного ведомства с благотворительными организациями. Кроме того, оказать реальную финансовую поддержку всем бизнес-структурам, сохранивших своим наемным работникам оплачиваемые рабочие места. Разработать программу микрокредитования населения под минимальную процентную ставку, не более 24%. И в случае реализации этого худшего сценария, изыскать необходимые ресурсы для оказания адресной помощи, продовольственной, какой-либо другой, финансовой, именно этим категориям граждан. Предприниматель и доцент кафедры политологии и социологии Абхазского университета Давид Пиле отметил, что всемирная пандемия и закрытие границ – это возможность задуматься над развитием сельского хозяйства в республике, где стране необходимо первым делом заняться подготовкой кадров, а также показать жителям перспективность развития данной отрасли. Развитие животноводства, развитие птицеводства, развитие свиноводства, развитие рыбоводства и так далее. Однолетняя культура, многолетняя культура. Вот здесь Валерий Андреевич сидит, он специалист, он это хорошо, намного лучше меня знает. Где искать нам людей, которые в этой сфере будут активно работать? Надеяться на людей, кто к нам приезжает из Средней Азии или из Молдовы? Вот представьте себе, есть такая страна, Белоруссия, где вообще нет ни одного представителя другой страны. Самые белорусы везде работают. И в селе, и на заводах, и на фабриках, и тогда сами белорусы работают. Сможем ли мы свой потенциал национальный, местный, максимально использовать в сфере материального производства? Когда время нас не щадит, мы должны серьезно задуматься, особенно я обращаюсь к новой власти. У них как ни у кого есть эта возможность, сегодня обратиться к людям и работать с людьми, разговаривать с людьми. Я понимаю роль пресс-конференции, скажем, первых лиц государства, это очень важно, да. Но роль и первого эшелона власти, и второй эшелон власти с выездом в районы, в села, вживую говорить с людьми, это очень и очень важно сегодня. Мы должны им принести какую-то информацию и дать какую-то надежду в будущее. Гарантия сбыта продукции в данном деле должна быть для государства основополагающей. Такое мнение высказал и ректор Сухумского открытого института Валерий Кварча. Он также отметил, что институт ежегодно выпускает несколько специалистов по профилю сельского хозяйства. Однако найти работу по специальности у большинства молодых людей не получается. Любой предприниматель, даже рядовой производитель сельхозпродукции будет работать, если он будет знать, или будет он гарантирован, что произведенную продукцию может он реализовать. Может. Это очень важно. Я, например, как специалист считаю, что это может быть даже важнее, второй способ, о котором я говорю, гарантированность сбыта продукции, чем само производство. Вот что делает СУИ. Вот сейчас к вашему вопросу. Мы каждый год принимаем, конечно, немного, 120-130 бетурентов. У нас специальности, значит, по экономике и управлению сельским хозяйством и землеустройством. Человек 5, 6, 7 каждый год мы выпускаем. Но беда заключается в том, что нет места, куда я пойду работать. Понятно. Для этого опять возвращаемся к этому же вопросу. Значит, рабочие места, значит, это господдержка. Проблема трудоустройства в республике стоит достаточно остро. Биржи труда или пособий по безработице в республике не существует. Есть только управление по труду и занятости Министерства социального обеспечения и демографической политики Абхазии. Но, как отметила его начальник, данная структура только содействует в решении таких вопросов. Но никак не занимается подбором персонала или организаций, которые заинтересованы в кадрах. Насколько это возможно, в рамках Министерства мы пытаемся содействовать этому процессу. Ставим лиц, которые непосредственно обращаются в Министерство. Но должна сказать честно, что это, как правило, единицы, которые непосредственно обращаются в Министерство. Заполняют анкеты, оставляют заявки. За прошлый год было очень мало. То есть каждый трудоустроенный человек с помощью Министерства для нас мы воспринимаем как личную победу. В прошлом году это были единицы, считанные единицы, и мы даже этому радовались. Новый трудовой кодекс предусматривает обязанность каждой организации в шестидневный срок сообщать в уполномоченный орган о вакантных местах. Ну, соответственно, в данном случае это Министерство на сегодняшний день, Министерство социального обеспечения и демографической политики. Но при этом, как вы понимаете, организации это не делают. Мы рассылаем информационные письма в те организации, с которыми у нас есть какая-то связь, есть какие-то координаты. Плохо реагируют, мало кто предоставляет эту информацию. И, как вы понимаете, рычагов давления и влияния на организацию у нас нет. Есть какой-то штраф, который предусмотрен трудовым кодексом. Это в МРОД у нас 60 рублей. Ну и в целом, если я не ошибаюсь, что-то 180 или 200 рублей в виде штрафа. Проект поправок в административный кодекс об усугублении ответственности руководителей организации за непредоставление данных о вакансиях, по словам депутата парламента Алхаса Джинджоле, уже разработан. Однако проблема, по мнению народного избранника, у многих граждан просто в нежелании работать. Мы общались с теми же представителями иностранных миссий. Было активное сотрудничество по помощи Сухумскому колледжу. Хочу рассказать, кстати, от них услышанную историю. Существует сейчас такая программа, если они ее не закрыли в последнее время. Они оплатили обучение, наняли мастеров, представили ребят с гарантией рабочего места, с оплатой обучения. И там сейчас своего рода конкурсный такой момент был, что из трех один пойдет явно на работу. А наши люди просто не ходили на эти занятия. Им платят, им предоставляют работу, но молодежь особо не проявила интереса. Они затратили энные суммы, чтобы, несмотря на очевидно намечающийся неуспех, тянуть эту программу и не закрыть. Тоже интересный момент. Что вообще хотят наши люди? Вопрос тогда. Более двух часов участники научно-практического семинара, чиновники, бизнесмены, а также представители научной интеллигенции обсуждали возможные выходы из новой фазы кризиса. Виола Барганжа, Торни Камич, Пайдуард Ракелян. Абазат ТВ. Нестандартные встречи и внимание. Президент Аслан Бжаня и вице-президент Бадра Гунба посетили одно из знаковых мест Сухума – знаменитое кафе, прозванное его постоянными посетителями Брехаловкой. В честь Дня Сухума, который отмечался в минувшую субботу, глава государству преподнес в дар старожилам нарды. Президент Брехаловки, а такой тоже имеется, Лев Дженни, от имени своих друзей поблагодарил Аслана Бжаня за оказанное внимание. Руководители государства за чашкой кофе пообщались с завсегдатаями известного кафе. Президент интересовался мнением горожан об изменениях, которые происходят в столице, в частности на Сухумской набережной. Собеседники главы государства выразили удовлетворение проводимыми столичной администрацией работами по благоустройству города. Первые испытания прошли и подаренные президентом нарды. Вице-президент Бадра Гунба и чемпион Брехаловки Григорий Беби сыграли партию. Как известно, на Ардыне единственная игра, которая пользуется популярностью у посетителей Брехаловки. Аслан Бжаня и Бадра Гунба подошли к тем, кто играл в домино и шахматы. Они сообщили, что мэр столицы Беслан-Эшба поставил для них новые удобные столы. Аслан Бжаня заверил посетителей известного кафе в том, что руководство страны и впредь будет уделять особое внимание вопросу благоустройства столицы Абхазии. С заботой о городе. Накануне вечером на знаменитой столичной Брехаловке состоялась пресс-конференция инициативной группы горожан Харахакалаки. Это группа архитекторов, дизайнеров, художников, инженеров, урбанистов и журналистов, которые неравнодушны к судьбе Сухума и хотят использовать свои знания на его благо. Чем могут помочь городу молодые специалисты и что конкретно предлагают изменить, расскажет Надежда Боровикова. Инициативная группа Харахакалаки сформировалась около года назад. Это объединение молодых работающих горожан, в большей степени архитекторов, ландшафтных дизайнеров, художников и инженеров, которые хотят своими знаниями влиять на внешний облик столицы. Архитектор, владелица собственного бюро и автор многих реализованных в Абхазии проектов Кама Кация рассказала, что именно год назад сплотила активистов в единую группу. Наступила точка невозврата, когда мы не смогли уже больше терпеть. Это когда год назад здесь конкретно на территории площади, где Брехаловка, была попытка соорудить какую-то не очень эстетичную конструкцию. И мы поняли, что этого нельзя допускать, и конструкция уже не актуальна ни по своей форме, ни по своему содержанию. И тогда удалось на самом деле остановить эту инициативу. И мы смогли донести, что такой вид конструкции не уместен в таком архитектурном ансамбле, как то, где мы находимся сейчас. После того, как злополучная конструкция таки исчезла с Брехаловки, ребята решили не расходиться и создали страницы Харахакалок в Facebook и Instagram. Там они публикуют свои идеи, эскизы и предложения. Среди них создание безбарьерной среды на пешеходных участках, что уже частично реализовано на набережной Махаджиров. Также молодые люди создали рубрику «Мой фасад», где публикуют реально существующие фасады памятников архитектуры и свои предложения по улучшению их внешнего вида. Улица Конфедератов, на ней находится более десятка прекрасных исторических зданий. Некоторые из них даже занесены в реестр, если я не ошибаюсь. И недавно, кстати, вышла книга замечательная «Отзор Агумава». И там они все представлены. И фотографии того оригинального фасада, который был, и города там есть. И сегодня, за эти годы, сами мы знаем, что эти дома переходили не только из рук в руки, но и множество разных людей заселялись в них. И каждый под себя устраивал какие-то мероприятия и удобства, которые мог позволить себе на тот момент. Сегодня действительно у нас есть возможность вернуть исторический облик. Не просто потому, что мы так хотим, а потому, что уже дальше невозможно идти. Потому что за этими висячими проводами, за назойливой, неуместной рекламой мы совершенно потеряли наш город. Главная мысль молодых людей состоит в том, что сделать плохой фасад стоит столько же, сколько и хороший. Помочь кому-то сделать правильно они могут только своими знаниями и временем, но, конечно, не финансами. Делать полноценные проекты с планами, чертежами и материалами для всех желающих они тоже не смогут. Такая работа стоит денег. Но получить совет, возможно, даже эскиз у ребят можно бесплатно. Первый пример – это кафе «Авафли». Нет, как это называется? Да, «Авафли». Ребята нам написали, сказали, ой, вы знаете, вот сегодня у нас есть такая картинка, но она нас не очень устраивает. И нам было бы очень приятно, если бы вы нам порекомендовали, каким образом оформить нашу кофейню. То есть, во-первых, уже приятно, значит, людям нравится то, что мы публикуем, то, о чем мы говорим. И люди хотят вообще слышать мнение специалистов, профессионалов. Мы не говорим, что мы можем сразу людям выдать готовый проект, и, к сожалению, они занимают определенное время, на это нужны ресурсы. Но если человек хочет посоветоваться с нами, то мы никогда ему в этом не откажем. Помимо рубрики «Мой фасад», группа Харахакалак по заданию мэра Сухума Беслана Эшба разрабатывает подробные большие проекты, такие как реконструкция Брехаловки, площади имени Багабш и фуникулера. Это не значит, что все эти проекты будут одобрены и реализованы, но какие-то идеи оттуда можно использовать без глобальных вложений. Например, архитектор Георгий Агрба в ходе дипломной работы создал проект реконструкции Сухумского рынка. Проанализировал все проблемы, которые есть в данной территории с точки зрения экологии, с точки зрения градостроительства, какой-то инфраструктуры. И откинув, конечно, все факторы, которые нам сегодня связывают руки, там какая-то частная собственность и прочее, я представил, что можно сделать из этой территории, если, конечно, туда не вкладывать суперогромных средств. Этот проект, конечно, очень масштабный, его так сразу не реализуешь, но какие-то отдельные мысли оттуда можно позаимствовать и прямо даже сейчас, может быть, воплотить в жизнь. Эскизы и предложения из проекта Георгия скоро будут опубликованы в соцсетях Харахакалак. Помимо центральной части города, молодые люди задумываются и об улучшении окраин. И в целом мечтают о создании современного, красивого и удобного туристического города. В том числе пропагандируют международную тенденцию по ограничению автомобильного движения и созданию большего количества пешеходных зон. Нам нужно стремиться к тому, чтобы город освобождать постепенно от автомобилей. Автомобили – это зло для города. Мы должны привлекать туристов, мы должны делать фасады, которые контактируют с уличным пространством, чтобы ходить пешком. Это здоровье нашей нации, мы должны развивать велоинфраструктуру, это велосипеды, это общественный транспорт и никаких автомобилей. То есть автомобили только для неисторической части города. Если мы хотим передвигаться, надо передвигаться между городами, на автомобиле. Если мы хотим передвигаться по городу, мы можем на самокате, на общественном транспорте, либо на велосипеде. Мы придем к этому, потому что весь цивилизованный мир идет к этому, по этому пути. Мы должны на них равняться, и это наше будущее. Художница Мадина Бегуа отметила, что война и блокада 90-х в какой-то степени способствовали тому, что город сейчас более-менее сохранил свой исторический облик. Нет большого количества застроек или катастрофических проектов, которые невозможно исправить. Поэтому важно использовать это время для создания градостроительного кодекса или дизайн-кода, где будут прописаны требования к внешнему виду фасадов, предпочтительные цвета, материалы и нормы размещения рекламы. Никто из нас не предъявляет претензий к простым гражданам, к собственникам зданий. И не потому, что мы стараемся быть деликатными и не вступать в конфликты, потому что мы действительно искренне так считаем. Не было правил, не было четкой регламентации. И чаще всего люди старались в меру своих возможностей финансовых по максимуму, в меру своих эстетических представлений. Они действительно очень старались. Множество тому примеров. Но пришло время разъяснить. Ну, конечно, это функция уже не нашего коллектива, а администрации города. Просто четко прописать правила. И тогда людям будет проще ориентироваться во всей ситуации. Хараха-Калак – это своего рода общественный градостроительный надзор горожан, которые опасаются, что с появлением больших инвестиций столица будет застраиваться хаотично и бесконтрольно. Ребята готовы работать, предлагать свои идеи, улучшать фасады, участвовать в создании дизайн-кода и даже генерального плана города. Необходимость создания последнего, кстати, чиновники обсуждают уже много лет подряд. Но ВОЗ и ныне там. Надежда Боровикова, Эдуард Таракелян, Абаза-ТВ. Новости экономики на уровне 2019-го. Товарооборот в Абхазии за первое полугодие 2020 года составил 11 миллионов 691 тысяч рублей. Говорится в отчете Государственной таможенной службы Абхазии. За аналогичный период 2019-го года товарооборот составил 11 миллионов 698 тысяч рублей. Импорт в 2020 году ненамного, но оказался больше, чем за этот период в 2019-м. 8 миллионов 702 тысяч рублей. В 2019-м году эта цифра составила 8 миллионов 509 тысяч рублей. В очередной раз проинспектировала ход работ на переходящих объектах инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии 2017-2019 годов в ходе рабочей поездки в Гагарский район вице-премьер министр экономики республики Кристина Асган. Восстановительные работы колоннады и укладка плетки на набережной в Гагарском Приморском парке идут в соответствии с новым графиком. По мнению Асган, подрядчики успеют закончить работы в установленные сроки до 31 июля текущего года. Также Кристина Асган посетила насосную станцию номер 4, которая была восстановлена и сдана еще в 2013-2014 году. Данный объект даже не был принят на баланс администрации Гагарского района. За прошедшие 6 лет он не только не эксплуатировался, но и находился без присмотра, отметила она. По ее мнению, к такому положению дел привело отсутствие нормального хозяйского подхода к имуществу. Все говорит о том, что на этапе завершения не включались организации, которые должны были проводить соответствующие работы по эксплуатации и содержанию объекта. Наша задача – выстроить четкую систему управления, убеждена вице-премьер-министр экономики. Кроме того, Кристина Асган провела совещание с главой администрации Гудаутского района Багратом Боджгу по вопросам строительства магистральных водопроводных сетей в селах Абгархук, Куланырху и Мгудзерху. Асган отметил, что проект затянулся уже на 3 года, его необходимо завершить в краткие сроки. На данный момент уже решен вопрос с финансированием. С вашей стороны просим осуществлять контроль за ходом работы, за использованием денежных средств. Обратилась она к главе администрации Гудаутского района. Присутствовавший на встрече начальник водоканала Гудауты рассказал о ходе работ на участках. По его словам, есть определенные сложности по работам в селе Абгархук. Кристина Асган рекомендовала руководству водоканала провести совещание с подрядчиками для выявления всех проблемных вопросов и в еженедельном режиме выезжать на объекты для контроля хода работ. IT увлекательно, выгодно и легко. Мы продолжаем нашу рубрику «Люди в профессии» и рассказом о единственной в Абхазии школе информационных технологий, которая сегодня известна как STEM-лаборатория. Ее основатели Дамири Джонуа. Репортаж Анастасии Никоновой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два года назад у нас появилась идея открыть IT-школу. Идея была связана с тем, что у нас была IT-компания, которая занималась разработкой программного обеспечения. Мы постоянно сталкивались с тем, что специалистов в Абхазии по разработке программного обеспечения просто нет. Тогда Дамири Джонуа и принял решение создать свою школу информационных технологий, которая сегодня известна в Абхазии как STEM-лаборатория. «Мы как-то эту идею даже на бумаге еще не оформляли, поговорили с нашими друзьями и нам подсказали, что вот есть такой фонд Амшера, который может вам финансово помочь. И мы к ним обратились, они с удовольствием согласились. И буквально через 2-3 месяца у нас уже была вот эта школа. То есть этот проект произошел прям очень быстро, неожиданно быстро». Дефицита в учениках у этой школы как сейчас, так и в год открытия не было. Хотя, признается Дамири, поначалу посещали сомнения, соберется ли группа. Но как только был дан старт, стало ясно. IT-образование среди детей и подростков в Абхазии востребовано. «Когда мы только начинали, мы даже не подозревали, что так много желающих будет обучаться IT-профессиям. Мы даже сначала думали, как же мы будем набирать. Мы предполагали, что будем ездить по школам, как-то рассказывать про это. Но нам было достаточно создать страничку в Инстаграм, и заявок пришло столько, сколько мы не могли принять». Графический дизайн, цифровая обработка звука, английский в IT, компьютерная грамотность, программирование в Майнкрафт, SMM-маркетинг и еще множество актуальных и современных курсов дают возможность молодому поколению Абхазии получить востребованную профессию. «Почти ни одной профессии не осталось, которая не в IT. То есть все профессии так или иначе трансформируются в IT. Начиная от моряка, который раньше совсем другие функции выполнял, сегодня даже моряк должен знать компьютер, и у них там вся навигация электронная, то есть это упрощает жизнь. И конкурировать с компаниями, которые не прошли автоматизацию, становится невозможным. То есть это я к тому, что не останется профессии, которые не будут в IT». Школа STEM – доказательство того, что новые технологии. Это увлекательно, выгодно и легко, а со временем лаборатория может стать гарантом обеспечения Абхазии кадровым ресурсом в сфере IT. «С командой мне в этом плане очень повезло. Прям очень классная команда. Все очень талантливые специалисты». И обучиться этим современным и востребованным профессиям может любой желающий, отмечает основатель STEM-лаборатории. При условии, конечно, желания человека. Например, курс рекламного дизайнера был специально разработан для учеников 7-11 классов. Здесь школьников, которые восхищаются миром рекламы и возможностями соцсетей, знакомят с основами графического дизайна, рассказывают, что такое линия, форма и композиция, а также учат отличать холодные и теплые тона. Между тем, несмотря на востребованность лаборатории, команда Дамия Джонуа не стоит на месте. Постоянно создавая новые современные курсы, а сам основатель активно изучает опыт коллег за рубежом. Так, по приглашению представителей программы развития ООН, герои нашего репортажа, вместе с молодыми абхазскими специалистами, посетили Италию. Год назад к нам пришли представители ПРООН. Они рассказали, чем они занимаются, чем меня сильно обрадовали. То есть они занимаются нашими колледжами, развитием среднеспециального образования. У нас, к сожалению, эта отрасль была заброшена, но они его прям серьезно поднимают, что очень радует. Они открывают сейчас очень крутой IT-класс. Здесь, в принципе, неплохо, но я видел их проект, у них вообще круто. Они же предложили мне поездку в Италию, в рамках которого мы изучали, как работает среднеспециальное образование в Европе. Вот в рамках нашего общения с международной организацией я познакомился с их руководителем, Рафисом Абазовым. Он, конечно, вообще педагог. И когда с ним разговариваешь, все время ты получаешь такое... То есть постоянно какие-то наставления, которые реально тебе необходимы. То есть он чувствует вот этот момент, что нужно тебе сказать. Буквально он может два-три слова сказать, и ты сразу понимаешь, что вот где-то ты был неправ, а вот это сделает лучше вот так. Я прям очень благодарен этому человеку. Я, в принципе, и в своей школе много чего немножко иначе начал видеть, поворачивать в нужную сторону. Говоря о перспективе STEM-лаборатории, Дамей Джону отметил, что в планах расширение деятельности школы и открытие ее филиалов в других городах Абхазии. Над внедрением и обучению компьютерной грамотности в колледжах страны активно работает совместная программа ES-PRO по улучшению профессионального технического образования в Абхазии. Сейчас идет подготовка современной лаборатории компьютерных технологий укомплектованной самым современным оборудованием. Анастасия Никонова, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ. Вопросы, связанные с работой дошкольных учреждений после карантина, обсудили в Управлении образования администрации Сухума. В совещании принял участие глава администрации Беслан Эшба. В столице работает 13 государственных дошкольных учреждений. Они все перегружены. В условиях угрозы распространения коронавируса закрывать на это глаза невозможно, отмечали представители Управления образования и дошкольных учреждений. Слово нашим коллегам из пресс-службы администрации столицы. На совещании обсуждались различные вопросы, связанные с функционированием дошкольных учреждений, основные среди которых – питание детей, содержание детских садов, преподавание родного языка. В столице работает 13 государственных дошкольных учреждений. Начальник управления образования города Сухум Астанда Таркел отметила, что нужно обсудить проблемы, найти пути их решения, для того, чтобы вывести работу на более качественный уровень. Для нас первостепенная задача – это методическая работа. Все наши руководители опытные, есть молодые специалисты, которые работают в наших дошкольных учреждениях. Мы принимать детей пока не будем, до сентября месяца, поэтому мы немножечко подготовим своих детей, чтобы уже подготовить к школе. На 1 сентября мы отправляем старшие 2630 детей. На сегодняшний день 1726 заявлений в дошкольные учреждения. Конечно, наши сады перегружены. Глава администрации города Беслан Эшба отметил, что для координационного штаба по защите населения от коронавируса было большой ответственностью открытие дошкольных учреждений. Он сообщил, что будет произведена ревизия детских садов и составлен реестр того, что нужно делать в первую очередь. Это на самом деле очень ответственное решение для руководства страны, потому что угроза возобновления каких-либо фактов о коронавирусной инфекции, она все равно остается. Мы пошли на этот шаг, все вместе предложили президенту это решение. Оно было принято, потому что есть такой социальный момент, который мы должны были этот вопрос снимать уже дальше. Тем более с учетом того, что новый учебный год должен начаться. Поступил документ, выработанный вами же на те мероприятия, которые необходимо провести в детских садах. Мы составим реестр, то, что мы можем сделать сегодня, завтра и что можем сделать там в ближайшей перспективе. Детишки все мы понимаем в первую очередь, но есть силы, возможности самой администрации, они, к великому сожалению, не такие, как это было, допустим, в прошлом году и так далее. Сами знаете, что спад экономически присутствует и те возможности, которые были ранее, сейчас таковых нет. Мы идем серьезным отставанием. На всяком случае, социальные обязательства мы выполняем все. Со следующей недели такое мероприятие у нас начнется. Заведующие, присутствовавшие на совещании, подробно рассказали о проблемах, которые существуют в дошкольных учреждениях. Некоторых беспокоит качество питания, у других подтапливает подвалы дворы детского сада. Обсуждали методическую работу и введение родного языка в русские группы. Детей у нас всего по списку было 152 на 4 группы. Из них самое страшное то, что площадь групповых комнат составляет всего 25 квадратных метров. Там стоит мебель и все прочее. Вы представляете, детям просто дышать даже нечего. А сейчас при коронавирусе, вот этой, так сказать, работе очень сложно. В надлежащем виде у нас садик. Единственное, что у нас, конечно, есть проблемы с подвалом. Вот бывает плохую погоду, а то дойдет, ну, такой непрятый запах, да. Крышу, конечно, нам тоже надо бы отремонтировать. Хотя она не течет. У нас ничего не протекает, просто крыша старая. С 71-го года садик. В завершении встречи мэр отметил, что сегодня есть нормы и общемировые правила, касающиеся питания и образования дошкольных учреждений. По его словам, дети должны получать правильное питание и образование. То, что у вас у всех разное меню уже на сегодня, так же, да. Ну, есть там, может быть, свои плюсы, но больше мы для того, чтобы, как говорится, систематизировать эту работу, да, нам нужно все-таки, наверное, единое меню. Прийти к нему. Будет сейчас в ближайшее время встреча с Институтом детского питания в Москве. Мы возьмем лучшие варианты в этом вопросе. Постараемся их адаптировать. Но как бы мы с вами не нарисовали технологическую карту, не разработали меню, исполнение на месте требует высокой ответственности. Здесь будут самые жесткие требования, чтобы их выдерживать. Мы будем работать с родителями, будем разговаривать, сами максимум будем усиливать. Если мы говорим о здоровом поколении, о том, что дети выросли здоровы и получали полноценный рацион, на это будем делать главную ставку. Ремонт нужен, вентиляция нужна, кондиционер нужен все, но ребенку в первую очередь нужен весь комплекс витаминов, чтобы он был здоровый и вырос правильно, да, без каких-либо дефектов. И снова в ответ Захару Прилепину. В заявлении Черноморского казачьего войска Абхазии отмечается, что казаки Черноморского казачьего войска и казаки-ветераны боевых действий против поднятия вопроса присоединения Абхазии к России, который может привести не только к волнениям в обществе, но и к открытой вражде. Провокационные заявления Захара Прилепина, не совсем владеющего ситуацией в Абхазии, мы осуждаем и не поддерживаем. За суверенитет Абхазии отдали свои жизни граждане Абхазии и граждане России. И ветераны Отечественной войны не поддержат заявление Захара Прилепина, потому что суверенитет был добыт в боях и оплачен жизнями ребят. Поддержала ответ казачьего войска Абхазии Захару Прилепину русская община Абхазии. А в заявлении Политсовета политической партии «Народный фронт Абхазии» говорится. Политсовет расценивает подобные выпады известного российского писателя и публициста в качестве откровенной провокации и неудачной попытки посягательства на суверенитет Республики Абхазия. Хотели бы особо подчеркнуть, что независимый статус Республики Абхазия закреплен в Конституции страны и носит незыблемый характер. Любые попытки повлиять на общественное сознание граждан Абхазии в вопросе статуса Республики обречены на безоговорочный провал. В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба накануне с большим успехом прошла премьера спектакля «Цилиндр» по пьесе итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппа в постановке молодого режиссера Бенара Кови. Ну а на сцене Русдрама 10 и 11 июля состоится премьера спектакля по пьесе Федерико Гарсия Лорки «Кровавая свадьба». Сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС приступили к ежегодному техническому осмотру городских пляжей Республики. Работу начали со столицы, сообщает пресс-служба МЧС. Проводится она в рамках открытия купального сезона. Водолазы проводят осмотр акватории дна до 20 метров вглубь моря. Обнаруженный мусор, в том числе и различные металлические предметы, отмечаются на карте. По завершении осмотра всего пляжа мусор будут доставать со дна и утилизировать. Также сотрудники ГЕМС будут устанавливать ограничительные буи, приобретенные администрацией столицы. Сейчас о погоде. Как сообщают синоптики, в четверг, 9 июля в Республике Облачное с прояснениями погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневы, с грозой, возможен град. Температура воздуха ночью 24, днем до 28 градусов, температура морской воды 26 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте Абаза.ТВ. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин